Глава Республики Батухасиков провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции. Батухасиков подчеркнул, что ситуация с ковидом в России остается напряженной, и президент Владимир Путин отмечал на совещании с членами правительства. Наша главная задача максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно, минимизировать негативные последствия от опасной инфекции. Глава Калмыкии отметил, что в Республике нам удается сдерживать рост заболеваемости во многом благодаря нашим медикам, но расслабляться нельзя. Главный государственный санитарный врач по Калмыкии Джангар Санджиев и министр здравоохранения Юрий Кикенов доложили о текущей ситуации в регионе по заболеваемости и ходе проведения вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В рамках оперативного штаба рассмотрели новые меры предосторожности и ограничения по работе организаций и учреждений Республики. Это внедрение QR-кодов, дополнительные каникулы в образовательных учреждениях с 23 октября до 7 ноября, а также перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет. Глава региона отметил, что главное, чтобы принимаемые меры работали. Их исполнение будем строго контролировать, призывать к ответственности. Также на заседание уделили внимание вакцинации населения. Проведение обязательной вакцинации, введенной в Республике 20 октября, будет контролироваться ежедневно. Вакцинация является одним из самых действенных способов борьбы с COVID-19. И наша задача – донести это до всех наших жителей, особенно до молодежи, прокомментировал глава Калмыкии. В завершение он также добавил, что здоровье и жизни жителей Республики – один из главных приоритетов. Но также важно не допустить негативного влияния пандемии на экономику. «У нас много планов, и нам нужно оставаться в строю», – подчеркнул Батухасиков.